так друзья всем привет приехали мы с мамой на дачу на вторую сажать картошку огород дядя уже запахал сейчас недавно подъедет чат подъедет с трактором бомб сажать картошку поехал кому-то там что-то обгонять и живи к пожалуйста маленько пожалуйста это что за деревца не знаю вишенька пожалуйста смородина раньше у нас яблони сад был деревья уже старый так мы их все поубирали потом кстати вот через огород у нас еще один огород и напротив через дорогу и в другой деревне тоже народ короче на целое лето работы изба в этом году будем начинать уже ремонт нормально делать в той во второй даче уже начали вот будем здесь тоже делать переделывать тут у нас раньше стоял большой большой сарай летний домик стоял сейчас перевернув камеру вот здесь стоял когда-то большой большой сарай я помню в детстве очень большой он был вот сгорел какие-то алкаши то ли бомжи то ли спали то ли что здесь испалили виноград кстати мама пересадила его сюда красный виноград а вот там стояла ну там стояла где колеса вот там стоял летний домик тоже сгорел но это спалил его дядя бросил сигарету поставил велосипед бросил сигарету рядом спали лбу здесь раньше росла огромная груша тоже спилили уже помню в детстве вот это вот по речку постоянно обирал не здесь виноград роз тоже у нас большой большой виноград здесь был он сгорел вместе с этим он недавно был вылазил мама говорит спустя много лет он здесь вылазил отросток и куда-то опять исчез вот так что такие дела друзья ты там по полюбила парня нам манила здесь клубника растет 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 возле дома клубника смотрите он и не как кусочек солнца не попадает и сразу мороз мамка пошла в погреб уже объехал погребу все ремонтировать даже асфальт был стреляйте сколько в ленках все как все меняется а это мама уже не наш город а а он аист а наш вот там ой сколько там аистов аистов много слетаются но это я понимаю что а вот тут то что это вот там помнишь где бабушка же вот там да тоже у нас огород уже столько огородов это вот тоже нас а колик и здесь уже запахал да она загородить я просто катаюсь на тракторе наблюдаю за картошкой срезали деревья уравец степан а вот что я не знаю этом это получается ваша пробавка прадед это мои мамы прадеда это пробава а вот то мои то есть моей мамы бабушка и дедушка это мои прадеды с пробавкой а агафья куприевна алексей степанович нашу песочек жили тут некие деревья я видео снимаю это дядя мой на заднем фоне а но вот побросали горы и что хотите делаете порядок надо вот эти вот блин надо сюда тоже хоть песка принесли подсыпать ладно пойду друзья работать друзья короче я определил кто это вот это махинка знаете что это мой прапрадед лежит как франь среди двух жен это первое это ну да вы все тут поняли да евреи ну все хорошо а хе хе а это 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 моей мамы получается тетя ну она просто маленькая умерла в моем теле все здесь дядька стояли и он вспомнил и мама пришла подтвердила то есть это вот дочка а я говорю степка степка неплохо лежит девятьсот восемнадцатом году это он через год после революции помер так там решили поставить крест вот и здесь все видите как я облагораживаю все делаю по-людски а это мой дед с бабой деда я не помню мне годик было а бабушку я помню бабушка бабушка меня бусялочки называла даже мы с мамой заказывали делали одиннадцатом году уже столько там не сколько было ну пятнадцать мне же годов было двадцать да боже я так сильно плакал помню так сильно плакал так друзья мама картошку посадили мама досаживает последний рядок ранней картошки ну которая проросшая уже чтобы уже в начале лета кушать картошку молодую а я пришел сажать вишенки вот вот думаю все здесь кустики растут деревицы растут здесь у нас раньше стояло когда хозяйство было у бабушки с дедушкой здесь у нас стояло такое для соломы для сена как-то сказать такой типа а-ля сарайчик такой навес какой-то мы тут лазили постоянно по этим люкам так еще мне надо сжечь вот этот мусор так а вот кстати вот здесь он по моему здесь стоял вот да потому что столбы фундамента вот здесь короче где-то он стоял уже забыл где здесь видите росли деревья срезали вот такие вот тополя росли он на тополе живет Крумкач где Крумкач живет там кстати вороны никогда не селятся они боятся его вот здесь вот сколько на моей памяти сколько я помню он здесь все время живут это сеть на этом Крумкачи так здесь вот березка растет видите березка надо здесь тоже это еще повыгребать все боже у нас эти столбы везде мой дедушка работал в электросвязи то ли где как это называлось короче со связями это связано эти столбы у нас везде под фундамент везде мы их делали они под заборы вот еще березка видите это дядька мой сажал пьет но деревья сажает пьянь вот березки видите вот высажены вон вон березка уже посмотрите какие они были огромные эти тополя смотрите в какой в диаметре его уже это пени жгли вот он вот так был короче знаете в обхват ну короче где то чтоб вам не соврать вот так наверное это было ну сколько здесь метр где то метр на метр даже больше вот оно отсюда вот вот отсюда и туда потому что видите оно уже струхло 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 осталось ой сейчас провалюсь уже трухло мы его здесь и жгли чуть не делали с этими пнями смотрите какая труха все чтоб не росли вековые это поля хотя не вековые хотя вековые да потому что дедушкам по моему при памяти дедушки маленький еще был когда их сажали тарзанка детская короче друзья вот так боже столько воспоминаний в общем друзья решил я спалить все эти пни и тут мне мама кричит не трогай лунтика я думаю какой лунтик лунтика не трогай друг что за лунтик это оказывается племянница говорит а это же ее пень любимый я говорю ну уже поздно он уже дымится я его потушить не могу потому что он прям очень хорошо дымится углиться поэтому лишил лунтика почему лунтик непонятно надо спросить у Яны все горе горе ясно чтобы не погасло ой пошел сажать деревьев а то пришел сажать деревьев а все 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 друзья посадил раз вишенку два сейчас еще надо колышками обозначить принести три хотя ничего обозначать не надо березки видите растут и пень шикарно горит лунтик шикарно горит просто боже мама говорит меня племянница убьет она тебя уроет ну что придется сознаваться сейчас еще эти подпалю а это кстати где-то а вот да все правильно вот это кладбище похоронен где где похоронена родная мамина мама там где вот я до этого вам показывал это мамина мачеха вот но она воспитывала маму с маленьких детского возраста вот потому что мамина мама умерла маму когда маме было 9 месяцев ей нельзя было маму рожать вот у нее с сердцем была проблема порог сердца вот у нас это есть по маминой линии вот и она родила и через 9 месяцев умерла я кстати похож на нее на родную мамину маму копия ямочки на подбородке полностью на нее похож и тоже по культуре вот это вот все она культуристка была так же вот такие друзья дела а мама все приближается ко мне надо вот это все поджигать еще хлам повыгребать здесь навести марафет порядочек пока здесь дома помочь родителям друзья короче не вытерпел устраиваю пожарище не слушаюсь никого мамка я снимаю видео а что тебе а что а люди посмотрят как трудиться надо во видите во плантации свои своими ручками боже как обожаю палить костры обожаю что нибудь а что ты говоришь я и пока снимаю тебя сзади мама что придумываешь обожаю что нибудь поджечь прям с самого детства любил а Spike даже с другом однажды у него во дворе inteiro в другой деревне стояли во дворе стояла стоги сена вот для хозяйства друзья переверну камеру стоя нам стояли для хозяйства и мы решили попалить костерчик представляет в стогах сена попалить костерчик ну и значит мы с ним подожгли это все вот сейчас мы подожгли с ним и естественно пока пошли за песочком пришли пламя огонь пошли песок искать пока пришли уже пламя полыхает ну я огородами к себе домой к себе домой я прихожу бабушка учила брата двоюродного с родным моим братом старшим учили двоюродного брата маленького ходить я сел на диван такой сижу минут пять продуманный был минут пять-десять сижу и потом такое в окно смотри бабушка смотри у людей что-то горит но бабушка была моя не из тех людей которых можно было надуть она вот буквально насквозь всегда всех видела там тушили всех соседка выбежала папа на улице с дядей ремонтировали машину они реально под носом но не видит потому что дым другую сторону и короче тушили тушили хорошо что рядом дом был хорошо что дом кирпичный не перебросился огонь в общем потушили потом бабушка приходит говорит не знаю внучек что это твоя работа такие дела друзья короче взял шерсть сколько шерсти это все что я стриг собак мама спрашивает может кому надо валенки это как бьют же валенки а нитки прячь или валенки бить я кстати умею валенки ну вообще из шерсти валять шерсть умею вот я думал оставить это я в принципе собирал но ее на собиралась уже столько много и я очень часто стригу собак поэтому мы решили много часть сжечь вот ну зачем ее столько много у нас юпи хватает 1 юпи один раз пострижешь уже можно целый носок свалять поэтому иду на припелище облака красиво нашел кстати свою любимую кепку она оказывается была здесь в деревне и как оказывается ее таскала мама носила а я ее уже сто лет не видел вот нацепил естественно и иду сейчас поддать жаришка так сказать там кстати река вот здесь течет сразу здесь течет река красная девица по моему называется и мама в эту реку когда не ходила не хотел идти в школу это все точно по точности я пошел точности по ней она когда не хотела школу тебя нашла шла в эту реку с канаву в реку шла падала намокала возвращалась домой но естественно гены пальцем не раздушишь и в детстве я был такой же кто смотрел мое видео по моему последнее видео или привет последнее я там рассказывал про такой опыт когда я падал в лужи чтобы не идти в садик вот я весь маму у боже картошку здесь бросили жарится картошка запитается так вот думаю куда бросить прям бросил так с пакетами прям так с пакетами пусть плавится мама говорит теперь я понял почему мама говорит племянница на этом не постоянно сидела я говорю как на нем можно сидеть если я стал ногой на него и провалился а вот с этой стороны я просто когда не снимал уже вот с этой стороны вот я прям вали увалился туда корень глубокий поэтому поэтому вот видите шерсть от юпи от масяни от йорков коричек всех сети то радуй их от юпи горит родная от юпи барашки это все я его когда стригу в пакетике развалилась надо как-то ее сейчас она не разлетелась ворона гнездо не вели себе боже как прям слоями она утрамбована чтобы понимали с курочкой запахнет так уже запахло куда-то с этой стороны бросить плавится пусть горят волосы так что друзья я точная копия своей мамы пойдем это кстати а зима и пшеница наверное лично не может скорее всего пшеница пойдемте дойдем с вами до реки до речки до этой речушки реки она конечно уже усохла мы сегодня с мамой шли с кладбищ когда убирались я посмотрел вода конечно исчезает а вот здесь чтобы вы понимали вот на этом поле здесь раньше вообще река это на самом деле впадает в реку это канава впадает вот там в реку вот там где мост вот здесь где мост она впадает в реку а это канал вот здесь везде было болото его когда-то осушали здесь чернозем черная земля у нас здесь земля кстати очень плодородная видите черно чернозем а ведь видите видите чернозем здесь было болото его осушали прокладывали трубы естественная они прокладывали про речушку вот эту чтобы она вода уходила дарится раньше воды раньше мы здесь плавали друзья плавали потом особенно под мостом мы плавали а сейчас на самом деле может она просто заросшие нет но она все равно измельчала сейчас воды нет глубоко смотрите это я не до конца не засунул короче сейчас воды все равно мало кто-то он сок спускал с березы и не залатал дырочку вот я когда снимаю клинотики я заделываю тут березы не лезли букашки никакие не лезли букашки никакие чтобы этим не нарушать то есть берете вы будут мокрые хотя вроде сухих кто-нибудь увидит что я по колхозным полям лажу топчу предъявят потом я думаю навряд ли ну все возможно нашли по деревне столько много домов уже снесли вымирали люди и все дома стоять не нужно и них земля не нужная он ужасно на самом деле у нас сколько у нас очень много земли мы ни от чего не отказываемся неизвестно какие времена нас наступят горе горе ясно так что друзья вот такие дела а мы не скрываем что из деревни родом что бегали по лужам в детстве босиком за 10 километров в любую непогоду у рука отваливается друзья вот это вот это весна снег идет снег идет до конца доделать и надо ехать похода вообще ужасно надо вот эту кучу еще спалить вот как снег красиво смехает я а 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 и а а а